Позади тысячи километров пути, сотни фотографий. Перед 27-летним парнем стояла непростая задача. Одному без посторонней помощи проехать через всю страну. Всего за три месяца велотурист преодолел почти 10 тысяч километров. Чтобы уложиться в столь плотный график, Александру приходилось проезжать от 50 до 150 километров ежедневно. Преодолевать такое расстояние было вдали от городов, где не было каких-то источников загрязнения, трупов, каких-то цементных заводов, где просто пылится, нефтеперерабатывающих. Перед Устурийском был участок дороги, километров 30 ехал, просто пыль стояла. Там, думал, легкие, наверное, мои больше жить не будут. К немалым расстояниям Александр уже привык, искали силы Оренбуржии, Башкирию и Абхазию. Главное, что понял белотурист, Россия – страна невероятных контрастов. На фоне бескрайних просторов и голубого неба, горы мусора, грязь и хаос. Проблемные зоны будут нанесены на экологическую карту России. Когда проезжал Байкал, все остановки исписаны, сохраняя природу Байкала. Но в большинстве случаев попадался негатив, где мусор лежал просто на обочинах. Было выявлено порядка 70 свалок несанкционированных. Летний зной, проливные дожди и порывистые ветра. Надежда только на себя и на свои силы. Но на пути Александра встречались люди, которые готовы были помочь, предложить ночлег и домашнюю еду. А после хорошего отдыха можно с новыми силами двигаться дальше. Мне помогали, поддерживали из Татарстана люди, из Белоруссии, из Казахстана. Периодически присылали информацию по маршруту, где медведи ходят. Потому что была поздняя весна, а медведи выходили на трассу.